В этом видео будет самый необычный челлендж на нашем канале, который называется Ограбление. Суть этого челленджа в том, что мы должны пробраться в дом блогера, забрать все самое ценное, что только сможем унести, вынести это все за пределы дома, вернуться и показать все награбленное, чтобы увидеть бесценную реакцию Димы Масленникова. Мы связались с Эмилем, который является одним из членов команды Димы Масленникова. Он нам любезно предоставил двое ключей от их квартир, где они создают свои ролики. Ну, звучит это как-то просто. В кино было бы по-другому. Я понимаю, я понимаю, что ли получается, но мы должны их найти. Яна, мы должны, мы обязаны, чтобы нам того не стоило. Я понимаю, ребята, взломайте только... Миша, здорово. Привет, документы дай. Пятые сутки не получается найти их. Я не знаю, у них данные слишком зашифрованы. Мы пробовали домофон, Пентагон. Вы пробовали Face ID по телефону? Да. Мы гадалку вызывали. Никаких результатов? Нет. Яна, что слышно? Ничего. Понятно. Сколько можно, ребята? Сколько можно? Это никто никогда не видел. Да как так, ребята? Три месяца у вас было, три месяца, и вы за это время не узнали, где он живет? Так работать нельзя, ребята. Вы хотя бы узнали его группу крови. Мы узнали его группу крови. И какая она? Восьмая восхитительная. Господи, такая кровь только у него и у нашего Сани монтажника. Нам нужно сегодня найти его адрес. Сегодня последний день финансирования Пентагона. Мы должны это сделать. Попробуйте, соколики, пожалуйста, попробуйте, может быть, зайти к нему в компьютер. У нас же есть общая база данных всех блогеров. Попробуйте вторгнуться в его комп. Да вон, Саня нашел уже его компьютер, но у нас нет пароля. Нужно подобрать. Нужен подбор. Хорошо, давайте попробуем подумать, как Дима Масленников. Какой пароль он мог придумать? Может быть, Дима, немецкая овчарка Масленников? Саня, попробуй. Нет. Не подходит? Дима, сладкий пушок, Масленников. Тоже нет. Так, пароль может быть сложнее. Ладно, Саня, попробуй такой. Дима Масленников, отличный парень, лучший блогер, самый первый на ютубе. Отличный шаурма, отличный мерч и вообще самый классный пацан немецкая овчарка.ком. Да! Да ну! Реально? Да. Твою мать! Охренеть! Саня, отдайся путу! Отлично, мы взломали компьютер Димы Масленников. Удаляй канал. Точнее, тебе нужно узнать, где этот компьютер сейчас находится. Саня, что ты делаешь? Закрой видео на ютубе футажей и каких-то интерфейсов. Закрой просто гугл. Напиши, где сейчас стоит компьютер Димы Масленников. Давай, давай, давай. Есть! Россия! Город Москва! Улица Клавы Коки 4! Это похоже на правду. Второй подъезд. Второй подъезд. Отлично, ребята! Вот так надо работать! Миша! Похлопаем! А сейчас, ребята, обращаюсь к вам. Дело в том, что ограбить главного босса оказалось очень сложно. Потому что главный босс это Моргенштерн. И у Моргенштерна есть Азиз Аминович, которого очень сложно обойти. Но мы не будем прекращать работу. Мы продолжим изучать и попробуем найти его адрес, чтобы ограбить. А теперь выезжаем, Миша. Погнали! Удачи! Наконец-то! Где-то здесь должен быть Эмиль. Мы договорились с Нину с первым этажем. Хорошо, хорошо. А, вон. Волнительно, конечно. Эмиль, ну что, как дела? Привет, привет! Привет! Короче, смотри, у нас тема такая. Нам нужны ключи, но ты в курсе, да? Да, я все знаю. Это, наверное, вообще нереально сделать, потому что это квартиры. Но попробуем, попробуем. Это запасной? Две. Это запасной и его две. Один на двенадцатом этаже, да? Одна квартира на двенадцатом? Насколько много людей находится в квартирах? Слушай, я на самом деле думаю, вообще получится ли у вас это сделать в принципе в целом. И это будет очень тяжело, я сразу предупреждаю. Там монтажерский состав, менеджера, Дима постоянно в офисе. То есть народ постоянно ходит. И очень много. Ладно, попробуем. Удачи вам, желаю. Спасибо большое. Все, только не спалите, пожалуйста. Никому. Я стою процесс, я там по работе. Ну и кстати, раз уж мы на парковке, тут стоит Димин Корвет. Это Димин Корвет? Это Димин Корвет. Подожди, стоп, он же нигде не полил его. Я видел, что у него был гелик Мустанг, я не знал, что у него есть Корвет. Охренеть. Я знаю, что хочу сказать, мы точно должны угнать его. А ключи он хранит дома, скорее всего. Слушай, я знаю то, что ключи в офисе. Ага. В четвертом. А, в четвертом. Сто процентов они там есть, но где я не знаю. Ага, хорошо. Если вдруг вы найдете ключи от Корвета... Блин, ну это челлендж, посмотрите, какой красавец. Дима, прости. Мы должны это сделать. Все, Эмильчик, спасибо тебе большое. Я думаю, все получится. Все, я побежал. Да, не исполнилось. Ноль эмоций, ноль эмоций. Так, мне кажется, это где-то здесь лифт должен быть. Да. Слушай, я не знаю, есть ли там охрана на первом этаже. Я думаю, что в этом доме, скорее всего, будет охрана. Но мы же капюшон сейчас одевать не будем. В принципе, не выглядим как грабители. Да, давай, как-то типа. Просто ведем обычный. Приехали на тачке, просто. Да, реально. А, возможно, мы сейчас открываем дверь и сразу Дима Маслин. Там сразу охранник. Кирилл, отпусти камеру. Мы используем тактику наглости. Просто идем. Больше всего не хочется встретить, наверное, Дима Маслинкова или кого-нибудь с командой. Тихо, ты так не спеши. Честно, пять. Какая квартира, ты помнишь? 96-я. Смотрите, по никому не... Ладно, пробуем какой-то ключ. Подожди. Я открываю. Давай. Какой звук. Первая квартира Дима Маслинникова. Ради никого. Закрой дверь, чтобы у нас, если что, были шансы услышать. Я не слышу ни одного звука. Возможно, она пустая сейчас. Может быть, кто-то на втором этаже есть. Я предлагаю быстро крабить на первом этаже все. Да, давайте смотри, что здесь есть. Ребята, у меня к вам вопрос. Что произошло с компанией Apple, когда она только-только выпустила свои первые айфоны? Эти айфоны купили, и компания выросла до просто гигантских размеров. И телефоны стали очень технологичные, навороченные и очень классные. Или, например, Макдональдс. Они начали выпускать свою еду, бургеры, картошку. И спустя какое-то время эту еду тоже начали покупать. И Макдональдс стал огромной империей. И бургеры стали еще вкуснее. Так вот, с контентом, ребята, то же самое. Если на наш канал будут подписываться, то наши видео будут еще интереснее, а идеи еще масштабнее. Нам этого очень хочется. Вырасти и стать очень крутыми ребятами. А еще до 6 миллионов нам осталось совсем чуть-чуть. Ребята, вы знаете, что делать. Кнопочка внизу. Подписывайтесь. А какие-то свечки, очки, очки, очки. Смотрим, что за бренд. Блин, они стерлись, чувак. Давай возьмем, разберемся потом. Мне кажется, они дорогие. Они очень увесистые. Первый, первый и дорогой айтем нашел. Что нашел? Камера. Это камера Димы Масленникова. Окей, давай заберем камеру. И тут еще что-то есть. Это звук рекорд. Да, и там аппетички лежат. Я надеюсь, у вас сегодня съемок не будет, Дим? Аппетички ставим, потому что они не очень-то дорогие. Я думаю, тут очень офигенный объектов. Да. Эта штука стоит очень дорого. У нас такая же. Мы знаем, о чем говорим. А здесь объектив еще дороже, чем у нас. Мне кажется, эта штука будет тысяч пять долларов. Сами, бахнется. Именно так. Красавица. Еще одна камера. Смотри, давай быстренько складывай. Ребята, я удивлял, что мы вообще в квартире сейчас, если честно. Айрпод, цифрошки. На диване валялись. А еще здесь есть какие-то флешки. Возможно, здесь последние выпуски Ghostbusters или чего-нибудь еще. Давайте тоже это заберем. Контент может быть еще дороже, чем камера. Хлупо. Есть шапочка Ghostbusters. Она тебе очень подходит, кстати, Миша. Здесь кто-нибудь есть? В полости. Вау. Чувак. Я кое-что нашел. Возможно, это гитара. Вот здесь разные полочки есть. Миха. Миха. Че? Иди сюда. Ты что будешь? Это настоящий автомат Калашникова. Моя кожа, он прям настоящий. Да ну нахрен. Тут есть магазин. А магазин есть? Да. Теперь я понимаю, почему Дима не боится ходить по заброшенным зданиям. Офигеть. Красиво. Я никогда не держал оружие. Мне кажется, это не настоящее, но выглядит оно прям как, знаете, как нечто серьезное. Ладно, в любом случае, это слишком тяжелая штука. С ней неудобно ходить. Я даже не знаю, сколько такое может стоить. Я подумал, что это золото, но оно слишком легкое для золота. А также здесь есть колечко. Вот колечко выглядит неплохо. Егор, хорей там золотом уже баловаться. Давай тут как бы, я думаю, нужно перекусить нам. Опа. Неплохая квартирка. Но видно, что это квартира, видимо, их штаб, где хранится всякие вещи, оборудование. Я бы посмотрел еще шкаф. Пусто. Портфель. Портфель. Егор. Наверное, он для съемок, наверное. Тут могут быть брендовые вещи. Ничего нету. Смотри сюда. Что там? Жвачка. Карта. Чья? Александр, на всякий случай забери. Вдруг там много кэша. Ну ладно. Смотри. Маленькая камера Sony. Она тоже стоит немало. Идеально. Мне кажется, около тысячи долларов. Или что-то типа того. Саня. Я не знаю, сколько это может стоить. Тоже тяжелая штука. Очень. Тихо, тихо, тихо. Тихо. У них отвалилась ручка. Прикол в том, что мы даже не уверены, что здесь кто-то... Дима, Дима зашел с Таником сейчас. Пойдем на балкон, пойдем на балкон. На всякий случай лучше спрятаться сразу. Там же очень хвалтый чувак. Фак. Нам реально нужно сейчас не спадиться, чтобы они ушли. А мне же правильно говорить, лучше переждать. Хотя бы пару минут посидеть. Как сложно это делать с квартирами, потому что в домах очень много места. А здесь прям приходится сразу на балкон выходить, чтобы они не услышали и не увидели нашего фонаря. Ну так, кстати, на улице минус 20, ребят. Здесь какая-то комната. Вот там дверь, и в ней видно, как кто-то ходит. Слушай, а тебе не кажется, что они кому-то кричали? А кто пришел, Дима и Даник? Дима и Даник, и они кому-то кричали походу в квартире. Все-таки был кто-то наверху. Предлагаю подождать где-то минут 5, потому что мы больше не выдержим. Так, давай тогда отойдем отсюда, а то я стою напротив двери, и сейчас кто-то зайдет. Если честно, очень холодно, потому что еще идет снег. Просто ждем 5 минут. Давай потихонечку, аккуратненько выходить. Потому что я сейчас, ну, коли я тут холодно, у нас кроссовки идут. Тихо-тихо. А чья это комната, как ты думаешь? Тут есть гардеробная. Hello. Это голова от манекена. Какой-то, я не знаю, как это назвать, какая-то... Блин, я знаю, чья это комната. Эмиля, можно сюда уходить. Смысл нам ее украпить? Он же нам помог. Почему? Давай Эмиля ограбим тоже. Эмиль, сори. Что это такое? Crazy ass, hot sauce. Возможно, это очень острый соус. Повожу к себе. Это весело. Подожди, ванная, ванная. Почему я пришел в ванную? Потому что мы все знаем, что туалетная вода может стоить очень дорого. Что у него есть? Фаберлик. Ну, Фаберлик, наверное, не очень дорого стоит. Больше здесь ничего нет. Я так не закрыл видео. Слышите, они поют песни. Это не тарик. Не знаю, где там они там. Это Тима поет. Это явно не ключи от корвета. Прям, Миша, нам придется проверить все карманы. Вдруг в карманах корвета ключи. Просто, блин, пощупай. Нету. Нету. Нам все главное не спалиться. Потому что они могут выйти в любой момент. Девонька. Парк-у-даш. Парк-у-даш. Шесть. в той комнате сидит парень за компьютером и еще один лежит на кровати. Как вы вообще не спалились? Смотрите, что я нашел. Я нашел еще флешки и рекорд. Я нашел вот такие штуки. Это оказалось очень сложно. Мы чуть не спалились дважды, трижды. Нам приходится постоянно долго ждать и сидеть в каких-то местах. Я надеюсь, это того стоит. В любом случае, мы уже попали в первую квартиру. Обязательно поставьте этому видео лайк, потому что это почти невозможно. Моя задача. Тихо. Они перестали петь. Они, походу, пошли пить чай вниз. Давай мы быстренько обчистим их комнату, где они были только что. Это, походу, комната Таником, мне кажется. Тихо, тихо. Я уверен, у нас буквально пару минут контролирует, что идет кто-то или нет. Я пока обчищу. Так, я вижу, это духи дизель. Они тоже, кстати, не дешевый, поэтому я забираю вещи, 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 вещи. Плейстейшн. Плейстейшн. Что? Они перестали разговаривать, я не знаю почему. Короче, быстренько, быстренько, быстренько. Нужно валить, нужно валить. Подожи к себе. А, Apple TV. Катератик. Да, закидай. Это просто чудо какое-то. Почему мы второй раз спячемся в туалете от компании просто? Как в Dream Team, помнишь? Но мне это нравится, потому что мы уже четвертый раз чуть не спалились. Как нас валить отсюда? Просто выйдем из этой квартиры. Мы по факту побывали почти в каждой комнате. В одной просто иллюзии. Они здесь. Все, просто сваливаем отсюда, Миш, быстрее. Блин, ну слушай, Даник реально круто поет. Это Ширен Ван Лав, Даник, красавчик. Что это? Что это? Скажи. У меня тюнилась ручка. Как пройдет? Самые-самые неуклюжие воры, мне кажется. Погнали, погнали, погнали. Быстрее, я сюда по хрену буду. Я очень хочу, чтобы в конце мы сели в корвет, позвали Диму, и Дима такой... А теперь нам нужно пройти опять через лобби, через самый первый этаж, где сидит охранник. Один раз у нас уже получилось, думаю, второй раз тоже получится. Мы должны понимать, что здесь может быть кто угодно с командой Дима Масленникова. Охранникам вообще пофиг. Нам нужно понять, где их квартира. Мне почему-то кажется, что квартира либо здесь, либо здесь, здесь нет ручки. Просто стоит очень много воды. Ну, камон, это офис. Смотри, там был лифт прямо и направо. И там по прямой дверь была. Это вот эта дверь. Ну, это она, 100%. Вообще, нифига не слышно. Чего не слышно. Блин, как это стрёмно. Есть. Очень тихо, потому что здесь может быть кто-то. Егор. Может быть, он не будет кавкать. Миша, аккуратно. Там может быть кто-то сидит. Там никого нет. Нет, никого. Никого? Мишка. Охренеть. Мы попали на склад. Это реально склад. Блин, это самое интересное на самом деле. Здесь всякие детали для съемочек. Цу, Миша. Там ничего нет, мне кажется. Камон, это обычный пакет. Да, там ничего нет. Пожали. Гостбастер с фото. Что это? Это что-то из их выпусков, видимо. Ё-моё. Как будто Егор. Смотри, что я нашел. Фотографии. Вау. Два масса и айфон. На этой фотографии заброшено что-то непонятное. Возможно, это НЛО или что-то типа. Ладно, здесь есть еще экшн-камера. Миша, клади. Слушай, а что это телефон может быть студентом? Не, вряд ли. Он выключен. Потому что у него 12, 100%. Смотрите. Здесь какой-то крестик. Очень похоже на то, что он золотой. Забираем. Смотрите сюда. Мистер красота. Мистер танцы. Мистер мэр. Мэр. Красиво. Ребят, я предлагаю с этой комнаты выходить, потому что все самое дорогое, наверное, вы забрали. Ух ты. Он стоит очень-очень дорого. Очень дорого. Но, блин, мы его не будем брать, наверное. Но он слишком громоздкий. Правда, неудобно. Хочется выполнить челлендж. Я не знаю, что он дальше еще ждет. Это монтажка. Мне было очень интересно посмотреть, где они творят свои видосы. Потому что качество монтажа у них правда офигенское. Если вы вдруг еще не подписаны на Дима Масленникова, то обязательно подписывайтесь. Я, если честно, смотрю с самого начала создания его контента. Мне прям очень нравится. Этот ноутбук стоит очень много. Это один из самых мощных ноутбуков. Я точно знаю, что он игровой и стоит он около... Саня, помоги. Мне больше всего прикалывает, что здесь ком без пароля. Он просто включен. Я не знаю, почему здесь еще какие-то флешки. Может, не что-то грузили или что-то. Масло, сервер. Прятки с подписчиками. Это все файлы с видоса. Меня спалили. Стой, Эмиль. Да, это Эмиль. Мой канал. Это канал Эмиля, на котором миллион 12 подписчиков. Офигеть. Это сильно? Мы могли бы по факту просто сейчас взять и ничего не сделать. Мы бы ничего не сделали. Знаете, что не сделали бы на самом деле? Не влазит уже ни хрена. Сейчас влезет, влезет. Все, впихнули. У него сумка уже весит, наверное, килограмм 10. Посмотрите, это сундук Ghostbusters. Это что такое? Какая-то машинка очень необычная. Возможно, это машинка даже, которая снимает. Да, да, да. Это как дрон, только на земле. Это видеокамера, наверное. Только очень-очень старая. Так, стоп. Это что, дрон? Чувак! Это один из самых дорогих дронов, которые только возможно. Это стоит очень дорого. Это стоит около 10, если я не ошибаюсь, тысяч баксов. Давай заберем его вместе с ящиком в конце. Давай. Это фонарик обычный, плитка. А это какой-то прикол, типа, не выключать компы у них или что? Я не знаю, возможно, они были здесь недавно. Чувак! О-о-о! Ну, скорее всего, там просто коробка. Да, но сколько раз мы не открывали вот такую коробку у нас на айфон, там ни хрена нет. Смотри сюда. Не верю. Это не просто айфон, это 12, это 12 Pro Max. Офигеть. Все, клади, клади. Он выключен, наверное, разряжен, но в любом случае здесь лежит айфон. Хорошо, мы зашли. Впервые коробка не пустая. Я кладу себе. Вот 3D принтер. У них есть 3D принтер. Ну, это слишком огромная штука. Слушай, слушай, слишком огромная штука, это вот, но мы ее заберем точно. Она очень дорогая. Смотри, жесткие диски, все для нас. Смотрите, здесь все подписано. Это серьезный подход. Так, ну, в принципе, больше ничего прям очень... Пойдем дальше поищем, что-нибудь. Это что нахрен такое? Я даже не знаю, что это такое, но явно выглядит очень дорого. Вот это 100% с Гусбастера, это вот машинка, которую он запускает. Это камера, да? Это камера. Да, это 100 пудов, это тачка. Мне кажется, эту машинку надо забрать с собой. Только не кавкай, пожалуйста. В любую ситуацию все равно, блин, а будь аккуратным. Только не кавкай. Есть. Еще один брошки. И какие-то блатные еще часы. Смотрится красиво, но все-таки это Дима Мастенко, наверное. Думаю, забрать нужно, потому что стоит это немало. Офигеть, у них так много ютуберских кнопок, что мне кажется... На самом деле это история. Их нужно забрать. 100 тысяч подписчиков. Смотрите, а эта кнопка за его другой канал, все по маслу. Есть великий Вася, просто масло. Я тоже такого канала сейчас не помню у него. Я тоже, но удивительно. Погнали шоу. Погнали шоу. Один миллион подписчиков, блин, Дим. Сколько бы за эти кнопки в ломбарде дали бы денег? Мне кажется, это немало. Чувак. Твою мать, джек-пот. Это мне настоящие стопы дало. Они очень-очень-очень помятые какие-то. Смотри. Офигеть. Послушайте, это настоящие бабки. Я тебе отвечаю, я клянусь тебе, это настоящие. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Здесь 5300 долларов. Офигеть. Еще плюс 50 евро. И плюс вот такая вот монет. Ничего себе, она тяжелая. Еще и больше. Монетки брать не будем, все-таки мы уважающие себя грабители. Я думаю, 5 тысяч достаточно. Нашел такую бесценную штуку, что просто капец. А что? Отвал башки. Скажи, что ты знаешь, что это. Это очень раритетная вещь. Если это оригинальная, я, конечно, не спец. Дима, у Димы другой не будет. Вау. Эта штука, благодаря которой можно разговаривать с потусторонним миром. Это самая настоящая доска Уиджи. Блин, давай лучше не будем ее трогать. Забирай. 2000 рублей. Это российские уж деньги. В общую копилочку. Это что? Миша, Миша, иди сюда, иди сюда. Пожалуйста. Тьфу, я пахрен. Ты хочешь охренеть? Ну. Закрой глаза. Положи, дай руку. Смотри. Это корвет. Это тот корвет, который стоит внизу 100%. Я не верю. Да нахрен. Я уверен, на это можно закачивать. Мы забрали очень много. Все, 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 надо лететь. Прикиньте, мы в ту комнату не ходили, а там кто-то сидит. Это будет просто угар. Блин, а как мы пройдем на крану сейчас? Я не знаю. А, тут уже сразу на парковку есть выход. Точнее. Тут лифт идет сразу вниз, я видел букву П. Изи. Так, слушай, найти бы где корвет стоит только. Мы можем взять тележку. Клади сюда это. Ребята, если вы думаете, что эта тележка была притащена сюда нами, то вы ошибаетесь. Ребят, я нашел, я нашел его. И теперь один из самых важных моментов этого видео. Дима. Прости. Загружаем, получается, это все? Да, там есть багажник. Давай сейчас хотя бы сядем, заведем. Охренеть. Дим, извини, пожалуйста. Но мы это сделали. Охрененная тачка, просто жесть. Так, как его завести там? Я чуть диктапон не сломал, ты черт, твою мать! Дима, какого хрена ты узнал? Ребят, откройте багажник, пожалуйста, нас тут двое. Серьезно? У нас там двое? Так, срочное включение. Не знаю, войдет это в выпуск ребятам или нет, но на всякий пожарный мы это снимем. Тут у меня происходит очень странная ситуация. Мне стучится в дверь работник автомойки, который находится в нашем жилом комплексе, и говорит, что рядом с моей тачкой терлись какие-то непонятные ребята и на ней что-то написали. Давайте посмотрим на эту красоту. Ай, Вася, ай, Вася! Как красиво, да? И представьте мое удивление, когда я подошел к охране посмотреть записи и увидел, что это Егорик. Мы с ним год не можем сконнекться, потому что в разных странах, а тут он сам ко мне пришел, мы, в общем, поговорили со всеми членами команды, оказалось, что Эмиль их пустил снимать ролик в нашу студию, они типа что-то там украдут, погрузят на эту тачку и собираются выходить, чтобы мне показать, но мы их опередим. В общем, шутить не надо с нами. А, пользуясь случаем, подпишитесь на канал, где мы у Масленникова, а что нет там? Мне кажется, я тоже красиво включил. Ну давай попробуем. Ну что, какая вместительная машина, твою мать. А мы выберемся отсюда вообще? Слушай, я надеюсь, что все-таки Эмиль правду рассказал, что они собираются на тачке возить, а то это будет максимально. Мы очень близко, во первых. Во-вторых, она не заберет. Да, ну так, подержи, подержи, подержи. Давай я так выберусь и крою, и я бы это заберусь через петлю. Так, что я обратно к тебе? Ну, что еще делать? Это вариант. Раз мы за этой чернею занимаемся. Вот так. Вот я и застел. А ты уверен, что нас вообще не видно? Я вот не очень. Если я так буду сидеть, я думаю, что будет видно. Зачем я с ним полез, вопрос. Смотри, ребят, мы просто в экстренном варианте это записываем. Ну, такие остальные. Беспалевно. Беспалевно. Немножко не отдам. Ситуация, скажем, необычная. Такая, это... Мы сейчас на наш лиц просто посмотрели, да. Ситуация с трейдингом, конечно. Отвернусь-ка я тебе. Давай, давай. Попробуй, да, попробуй. А что, подожди? Я называю это удивительный контент. Когда я в багажнике спорткара не бежал с казахами. Если кто-то сейчас поставит сюда романтичную музыку, я убью. Прошло, ребят, 15 минут. Никого. А два взрослых мужика лежат в багажнике. Егорик уже в Минске. Воздуха становится все меньше. Чтобы вы понимали, насколько здесь жарко сейчас. Просто баня. Не, ну давай нахер. Ты что? Говори к шопоте. Охрененная тачка. Просто же. Как это вы делаете? Что? Блин. 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 Даник, и ты здесь, б***ь. Как они? Я причем лежал здесь до того, как Дима просил. Я думал, все. Я думал, мы ограбили. Ты понимаешь, что мы делали? Я прекрасно знаю, что вы делали. Мне Эмиль все прекрасно рассказывал. Вот что, б***ь. Смотри, смотри. Это не к Эмилю вопрос. Вы когда подошли к тачке и начали на ней рисовать, тут же автомойка есть. Чуваки просто следят за машинами. И увидели, что какие-то черты. Как он сказал? Черты какие-то терлись? Накрена ты писал? Мы смогли просто выйти и все. Да нет, ну не гони на меня уже. Нет, вообще-то ты испугался. Все, пока, пацаны. Писали ребята гид. Мы подожди как р***ь. Смотрели по записям, что это вы. Если бы мы просто ушли оттуда. Все, мы просто сейчас выполнили челлендж. И ограбили вас реально. Ну, Эмиль уже сказал, что вы нас грабите. И все, мы все забрались. Я, кстати, все это снял. Поэтому можешь, если что браться. Блин, ребята, это как-то грустно сейчас. Хотя бы посмотрите, что мы вынесли. Все, что пацаны, забейте. Не надо, не бейте, пожалуйста. Мы быстренько забежали. И я даже потерял их, как вы захотите. И что-то там уронили. Получается, стоп, когда мы зашли, вы уже были в квартире? Да, мы были уже в квартире. Вы уже в хате? Да, да, да. Это мы пели с тобой, они получают уже в хате. А вы что, все это слышали? Да, мы пели песню. Лайк. Ставьте лайк за песенку, да. Все ее слышали. Это было, кстати, неплохо. Это квадрокоптер, только какой-то водный. Все кнопки забрали. Мы забрали все кнопки. Мы поцарапали, да? Твою мать. Знакомые? Ну, ступо. А так не было? Реально так не было? Да. Пацаны, простите, реально. Это фейл. Дима, не бей. Дима, пожалуйста, только не надо мне. Ты сам справишься. Не, не надо, не надо. Пацаны, дима, прости, реально. Мы не специально, мы, видимо, ехали быстро, хотели успеть, и так получилось, что... Я кусочки вот эти субскрайб стер. У нас там в сумке ноутбуки какие-то, телефон. Ну, в общем, в целом у нас почти получилось. И вот в самом конце, если бы мы завели машину, челлендж был бы выполнен. Смотри, они говорят, если мы бы завели машину, а если бы мы завели уголовное дело... Не, ну, конечно, мы бы пришли и показали вам, вот. Короче, суть челленджа была такова. Напишите какой-нибудь приятный комментарий нам, Диме, и обязательно подпишитесь на его канал, потому что до 10 миллионов осталось вот совсем понты. Давайте уже добьем, это же, ну, типа... за испорченную кнопку надо добивать подписчиков. Ребята, пожалуйста, мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока, пока! А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Просто спустись, там кнопка красная. Ты подпишись на мой канал, сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Подпишись на мой канал.